Дед Мороз и Снегурочка были всегда. Дед Мороз и Снегурочка были всегда. 8 часов 7 января 2020 года, обновлено. 8.13.7 января 2020 года, РИА Новости, Михаил Озерский. Дед Мороз и Снегурочка на новогодней елке в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. РИА Новости, Михаил Озерский. Москва, Семьянф РИА Новости, Маган Виртанин. Кажется, что Дед Мороз и Снегурочка часть народной традиции из глубины веков, но это совершенно не так. Откуда в России появились добрый старец с подарками и его внучка в материале РИА Новости? Снегурочка. Снегурочка. Найдется ли хоть один человек в стране, который ни разу не кричал это на детском утреннике? Образы Деда Мороза и Снегурочки перед новогодними праздниками повсюду. От елочных игрушек и принтов на кухонных прихватках до костюмов из ассортимента магазинов для взрослых. В случае с этими персонажами мы наблюдаем описанное Эриком Хоббсбаумом изобретение традиции явления, подразумевающее преемственность по отношению к прошлому, но на деле заново созданы и призваны опривить определенные ценности и нормы. РИА Новости, Александр Гальперин, фестиваль «Большие святочные гуляния» в Ленинградской области. РИА Новости, Александр Гальперин, фестиваль «Большие святочные гуляния» в Ленинградской области. Исторически в России рядится в образы потусторонних персонажей было принято на святки, но ни Деда Мороза, ни Снегурочки в числе таких личин мы не обнаружим. Аристократы XVIII века, несмотря на любовь к новогодним балам-маскарадам, тоже предпочитали совершенно другие образы. Ёлочка, горе. Все изменилось в XIX веке, когда высшее общество начало перенимать немецкие рождественские традиции. Считается, что инициатива принадлежала великой княгине Александре Федоровне, дочери прусского короля, выросшей в Берлине. Именно благодаря ей 24 декабря 1817 года состоялась первая рождественская ёлка императорской фамилии. После коронации Николая I такие праздники в Зимнем дворце стали регулярными, а к 1850 годам обычай устоялся и в дворянском обществе. 3 ноября 2019 года, 082.00 культура под маской всечены равны. Кому нужны карнавалы с вампирами и ангелами новая традиция переплелась с привычным маскарадом. Правда, наряжались только взрослые, для детей это считалось неуместным вплоть до 1880-х. Знакомые нам детсадовские и школьные маски, привычные новогодние персонажи – все это изобретение педагогов и писателей второй половины века. Пик моды на литературные сказки новогодней тематики пришелся на первое десятилетие прошлого столетия. Именно к рубежу веков начали оформляться персонифицированные образы Старого и Нового года, Снежинок, Метелицы, Деда Мороза. Фото, фото из личного архива Александра Колобнева Александр Колобнев Фото, фото из личного архива Александра Колобнева Александр Колобнев В Европе распространенные верования в святого Николая, дарящего послушным детям подарки под Рождество, и, кстати, наказывающего непослушных, воплотились в Санта-Клаусе. Отечественные писатели, добавив элементы восточнославянского культа Мороза, получили доброго дедушку с подарками. Мороз, укутывающий снежком елочку, чтобы та не замерзла, таким был новый образ в стихах Раисы Кудашевой, опубликованных в 1903 году в рождественском номере журнала «Малютка». В 1905-м Леонид Бекман написал музыку, и песня «В лесу родилась» «Елочка» стала непременным атрибутом новогодних праздников под красной советской звездой. После революции в России искореняли традиции. С начала 1920-х развернулась борьба против религиозных предрассудков, в том числе и рождественских гуляний, которые предлагалось заменить на комсомольские елки и маскарады с современными персонажами. Пресс обичевал отсталый и буржуазный обычай. И все же за плотно завешанными окнами продолжали устраивать праздники. Один из ошести новогодние игрушки из коллекции «Музея Москвы». РИА Новости, Евгений Одинаков, РИА Новости, Анатолий Гаранин, Елочный базар на Пушкинской площади в Москве, 1947 год. Два из ошести Елочный базар на Пушкинской площади в Москве, 1947 год. РИА Новости, Анатолий Гаранин, РИА Новости, Анатолий Гаранин, новогодняя ярмарка на Пушкинской площади, Москва, 1947 год. 3 из 6 новогодняя ярмарка на Пушкинской площади. Москва, 1947 год. РИА Новости. Анатолий Гаранин. РИА Новости. В. Шияновский. Новогодняя елка в Московском дворце пионеров на Ленинских, сейчас в Воробьевых, горах. 4 из 6 новогодняя елка в Московском дворце пионеров на Ленинских, сейчас в Воробьевых, горах. РИА Новости. В. Шияновский. РИА Новости. Геннадий Шишкин. Выставка советских елочных игрушек и новогодних украшений в доме музея Сухановых во Владивостоке. 5 из 6 выставка советских елочных игрушек и новогодних украшений в доме музея Сухановых во Владивостоке. РИА Новости. Геннадий Шишкин. РИА Новости. Руслан Кривыбак. Елочные игрушки на выставке в Центральном музее Великой Отечественной войны. 6 из 6 елочные игрушки на выставке в Центральном музее Великой Отечественной войны. РИА Новости. Руслан Кривыбак. 1 из 6 новогодняя игрушки из коллекции Музея Москвы. РИА Новости. Евгений Одинаков. 2 из 6 елочный базар на Пушкинской площади в Москве. 1947 год. РИА Новости. Анатолий Гаранин. 3 из 6 новогодняя ярмарка на Пушкинской площади. Москва. 1947 год. РИА Новости. Анатолий Гаранин. 4 из 6 новогодняя елка в Московском дворце пионеров на Ленинских, сейчас в Воробьевых, горах. РИА Новости. В. Шиановский. 5 из 6 выставка советских елочных игрушек и новогодних украшений в доме музея Сухановых во Владивостоке. РИА Новости. Геннадий Шишкин. 6 из 6 елочные игрушки на выставке в Центральном музее Великой Отечественной войны. РИА Новости. Руслан Кривобек. 28 декабря 1935 года. Газета «Правда» опубликовала заметку П.П. Пастышева «Давайте организуем детям хорошую елку». Теперь главное зимнее дерево называлось не рождественским или новогодним, а советским. Вифлеемскую звезду заменила красная. На елке повисли воспитательные и идеологически верные игрушки. А в библиотеки школ и домов культуры поступили книги с инструкциями, как правильно проводить новогоднее празднование. РИА Новости. Давид Шоломович. Дед Мороз и Снегурочка с детьми на новогодней елке в одном из московских клубов. Перемены в России 1990-х затронули многое, но главные новогодние персонажи остались такими же. И ревнители традиции регулярно фыркают в адресах Санта-Клауса по сравнению с нашим исконным Дедом Морозом. В конечном итоге, нет разницы, сколько именно лет традиции. Воспринимается как живая, вызывает эмоциональный ее отклик. Значит, она настоящая. 28 декабря 2019 года. 08.00 Новый год. 2020 подарки на Новый год, что положить под елку.